СЕКТА ВЛОГ Здравствуйте! Это программа Секта Влог. Я думаю, каждый из вас видел несколько загадочных людей, стоящих рядом со черными стендами. Около станции метро, около железнодорожных станций, остановок и супермаркетов. И вот стоят эти люди изо дня в день и ждут, когда к ним подойдут прохожие, чтобы пообщаться или взять брошюрку со стенда. Многие не знают, но так проповедуют секта свидетелей Яхвы. Просто иногда они прикрывают свое название и, проходя мимо, никак не догадаешься, что это они. Я специально придумал эту секту по одной простой причине. Воображаемая секта может просто заблокировать данное видео, потому что я буду разбирать эти самые брошюрки. Да, это просто белые листки бумаги, так как я даже не могу их показать. Но я могу использовать силу своего воображения. И сгенерирую текст агит-литературы, который распространяет воображаемая секта свидетелей Яхвы. А текст статей, их содержание сохраняется для всех стран мира. Только с одной поправкой. У нас на картинках будут белые люди, а в Сомали черные. Даже снятые будут они в одинаковых позициях и ракурсах. А любую брошюрку можно разделить на три части. Первое. Это статьи, которые совершенно неинтересны. Они нудные и бесполезные. Их включают, чтобы агитация была не так ярко видна. Диабет, профилактика, смс и хорошие манеры, путешествие в Ирландию. Кто такой настоящий друг, заболевание десен. Как контролировать свои расходы, как воспитать детей, как сказать нет. В общем, такие статьи литературные рабы пишут просто миллионами из-за копейки. А свидетелей Яхвы и вовсе бесплатно. У них, между прочим, самый большой печатный станок в мире. А люди, живущие в так называемых Назаретах, как раз оформляют и печатают те самые брошюрки. Но надо заметить, что никто из них не пишет текст. Ну, а в общем, все это они делают абсолютно добровольно. После чего эти самые брошюрки попадают на стенды просто по всему городу. И люди, стоящие в этих самых стендах, также добровольно их распространяют. Как-то по сменам. Ну, это у нас не работает. А, то есть это как это такое? Нет, это все добровольно. Добровольно, да? Вторая часть смешанная. Это опять-таки нудные, неинтересные статьи, но с цитатами из Библии. Про их Библию поговорим чуть попозже. Ну, и третья, самая главная часть. Это подрыв авторитета христианских церквей. Что католических, что православных. Но в разных брошюрках это делается по-разному. Так как каждая брошюрка рассчитана на определенный тип людей, то мы можем все эти самые брошюрки разделить по типу. Первые это житейские. Ну, на кого они рассчитаны? На каких-то, на женщин, к примеру, на родителей, для молодых людей. В основном там говорится о невозможности существования договор христианских. Ну, с доказательствами на основании работ ученых. Вторые это люди, которые столкнулись с бедой. Ну, к примеру, когда приходит беда, как выстоять? Или почему с хорошими людьми случается несчастье? Там, конечно же, нет агрессии против христианских церквей. Но буквально, буквально через каждое слово. Какие же хорошие свидетели Яхве. Какие они няшки и милашки. Плюс огромное количество разных биографий обычных людей, которые пришли в данную секту. Ну, и третий, последний тип. Как Бог относится к табакокурению? Есть ли у Земли шанс? Значит ли вы что-то для Бога? Ну, я бы отнес бы эти брошюрки к провокационным вопросам, которые просто подогревают интерес прохожих. В них есть просто всё. И биография, ну, доказывающая какие свидетели няшки. И работы ученых о прорывающей догматой церкви. Исторические справки. Короче, всё-всё-всё-всё-всё, что только можно. Там есть. Вот эти три вида брошюр. И распространяются сектанты каждый день. Конечно, название и содержание их будет меняться. Но суть останется прежней. Организация свидетелей Яхвы называет себя только организацией. Вот, за границей уже давно. А, с такими, да? Да, стоят. Международная организация. Так как остальные религии ложные, ну, их много, они все ложные. А надо как-то выделяться. Всё-таки. На основании их брошюр можно сделать очевидный вывод. Что свидетели Яхвы отрицают божественность Иисуса Христа. Но при этом называют себя христианами. Но христианин – это человек, исповедующий христианство. Большинство христиан не сомневаются в историчности Иисуса Христа, признавая его Мессией, Сыном Божьим, Богом и Спасителем Человечества. Ну, тут мы видим очевидное противоречие. Всё-таки свидетели Яхвы не совсем христиане. Они скорее ариане или евномяне. Так будет просто более точно. Как же аргументируют свидетели Яхвы, что Иисус не является Богом-человеком? Не является Богом. Они ссылаются на цитату «Отец больше меня». Но сайт «Кристине.ру» описывает этот момент вот так. Важно понимать разницу между греческими словами «больше» и «лучше». Иисус выразился очень точно «Отец более меня», а не «Отец лучше меня». Слово «более» указывает на высокое положение Отца на небесах, а не на превосходство природы Отца. «Отец мой больше меня». Потому что, мне кажется, в этой фразе Христос явно утверждает своё веносущее сердце. Из этой фразы следует, что Христос есть Бог. Достаточно одной этой фразой из всего Иоанна. «Отец мой больше меня». По крайней мере, так считают Василий Игорь, я с ним совершенно согласен. Но, чтобы с этим согласиться, надо иметь навыки знакомства с греческой философией. Сравнивать можно только вещи одной природы. Если Христос сравнивает себя со Отцом, то означает, что у них есть общее измерение, которому можно сравнивать. Понимаете, нельзя сравнивать послание апостола Павла Кримера с Млечным Путём. А можно сравнить длину этой комнаты и длину экватора. У них есть общее, потому что они в полупространстве находятся. Уже есть некое общее основание, на которых можно положить рядочком измерить. Христос утверждает, что есть некое общее мирение у Него и Бога, и у Отца. Никто из нас не может сравнивать себя с Богом. Несорезмеримая пропасть. То, что Христос сравнивает себя с Отцом, означает, что Он находится в одной плоскости Са. Можно сравнивать только вещи одной природы. Это я молчу о схожих местах в Ветхих и Новых Заветах. Ну, ссылочку я предоставлю, конечно же, под видео. А о чём вообще может идти речь, когда сам Иисус говорит? Я и Отец одно, Я в Отце и Отец во Мне, видевший Меня, видел Отца. Да, и на Икейском Всевестском Соборе Арианство было признано ересью. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Что? Какая другая цитата? Брошюрки? Так. Христос и Иисус не помышлял о посягательстве, о том, чтобы быть равным Богу. Но ведь этой цитаты нет ни в Библии, ни в Библии с комментариями, ни в толковой Библии Лопухина, ни в Новом Завете, ни в Новом Завете на Старославянском, ни в Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. В синодальном переводе написано абсолютно противоположное. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Что апостол здесь имеет в виду? То, что Христос ничего себе, так сказать, не заимствовал, не что-то изображал. Это слова о абсолютном тождественности Отца и Сына, как двух ипостасей Божества. «Сын равен Отцу» – это в переводе этой формулы, ну, как бы в упрощенный вид. А на дословном переводе, то есть с греческого на русский, это звучит примерно вот так. «В Христе равняется Мессии Иисусе, который в образе Бога пребывающей не грабежом счел быть наравне Богу». Да и в других переводах Библии нет такой окаянной мысли, только у свидетелей. Что прочти мелкими буквами? На первой странице библейские цитаты, взятые из Священного Писания, перевода Нового Мира. Этот период Нового Мира был совершен в 1950 году, ну, как предполагается правящей корпорацией, крещенными людьми. Ну, у свидетелей там крещение есть, да. Потом, конечно, несколько раз дополнялся, изменялся, переводили по легенде очень тщательно. Буквально смиряли все имеющиеся в научном обороте пергаменты, свитки, кодекса, Маюского, Лекционария, Минуского, Эпистографы. Но почему-то имя Иегова в данной Библии упоминается свыше шести или семи тысяч раз, в том числе и в Новом Завете. Хотя ни в одном свитке или кодексе Нового Завета имя Иегова или слово Иегова в принципе не встречается. Вот, как говорится, где чудо переводчиков и исследователей. Но в свое оправдание они заметили, что имя Иегова должно было употребляться, но по каким-то причинам ни разу не использовал зрение в документах. А они исправили эту ошибку. Досадная ошибка, они же знают все правильно. Хотя имен переводчиков мы не знаем, работа анонимна. Есть предподозрение, что перевод был сделан следующими людьми. Фредерик Фрэнс, Джордж Гангас, Карл Клайн, Натер Норр, Альберт Шнодер. Но только Фредерик Фрэнс два года изучал греческий язык в университете и немного иврит самостоятельно. Правда, на судебном процессе в 54-м году так и не смог перевести ни одного стиха с иврита. Короче говоря, у свидетелей своя Библия. Но лучше не говорить им это в лицо. Аперировать цитатами синодального перевода совсем-совсем-совсем-совсем-совсем неубедительно для сектанта. Ну что ж, попробуем доказать божественность Иисуса Христа даже на их подтасованной Библии. Надо заметить, что использование изречений святых отцов, решения вселенских соборов, ну и прочей духовной тиратуры бессмысленно. Ибо для свидетеля Яхвы это всего лишь навсего пустой звук. Акторитетный источник для них это Библия, ну и журнал «Охранная башня». В своей Библии, естественно, свидетели Яхвы просто-напросто удалили, убрали некоторые стихи. Ну, к примеру, из Марка, глава 9, стих 46 и 44, естественно. «Где червь их не умирает и огонь не угасает». Здесь говорится о вечных мучениях, но свидетели отрицают, как говорится, ад и вечные муки, поэтому они просто ставят прочерк. Молодцы. Также отсутствует. «Евангелие от Марка», 16 глава, стих с 19 по 20. Ну, типа это более поздняя ставка, нельзя это доверять этому. «Деяние», глава 8, стих 37, он пропущен. Ну, о первом послании Иоанна, глава 5, стих 7, я думаю, даже не стоит упоминать. «Евангелие от Иоанна» с глава 8, со стиха 1 по 11. Ну, также это очень неисторично и, как говорится, опущено в священном писании переводе «Нового мира». Но есть такие моменты, которые отрицать было бы довольно глупо. И свидетель прибегает к такой хорошей уловочке. Немножечко изменить стих, немножечко перевести по-другому. Ну, к примеру, «Евангелие от Луки», глава 1, стих 68. «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Ну, в современном переводе это звучит так. «Благословен Иегова, Бог Израиля, потому что он обратил внимание на свой народ и дал ему избавление». Ну, или другой примерчик. Псалтирь, 23 глава, стих 10. «Кто из царь славы? Господь сил, он царь славы». И в Новом Завете первое послание Коринфянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». У свидетелей Яхвы это звучит немножечко по-другому. Ну, правда, у них в Псалтире или Псалом 24 глава, но без разницы, стих 10. То есть, все равно один и тот же самый смысл. Кто же он? Это царь славы, эгоист, эгоевы воинств. Он царь славы. Ну, а уже в Новом Завете у них звучит вот так. Если бы они ее познали, ну, истину, там, правду, то не казнили бы на столбе достойного славы Господа. Ну, ладненько. Я думаю, вам понятно, дорогой зритель, с кем мы имеем дело. Теперь перейдем к доказательной базе. То есть, будем опровергать догмат свидетелей Яхвы о небожественности Иисуса Христа, но только на их Библии. Я предоставлю 7 неоспоримых цитат, плюс 4 цитаты, которые, в принципе, у свидетелей Яхвы есть трактовка, но она бледненькая. И, в принципе, при умелом введении спора их также можно использовать как довольно весомый аргумент. Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. Я, Я Иегова, и нет Спасителя, кроме Меня. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Господа, Бога Твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Ибо вы служите Господу Христу. Бойся Твоего Бога и Иегову, только Ему служи, и Его именем клянись. Служите Господину Христу, как рабы. Я, Господь, Который сотворил все, один распостер небеса и своею силою разослал землю. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Я, Я Иегова, делаю все. Я расправляю небеса и растилаю землю, кто был со мной. Все появилось через Него, и без Него ничто не появилось. «Господь, Царь Израилев, посреди Тебя». Нафанаил отвечал Ему, «Рави, Ты сын Божий, Ты царь Израилев». «Царь Израиля и Иегова посреди Тебя». Тогда Нафанаила сказал Ему, «Рави, Ты сын Бога, Ты царь Израиля». Как пастырь, он будет прости стадо свое. Я есим пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он будет прости свою Атару, как пастух. Я добрый пастух. Добрый пастух отдает свою душу за овец. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Так говорит первый и последний, который был мертв и ожил. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святый Израилев Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих Есть Тот, Кто нас выкупает, Его имя и Его воинств, Святого Израиля Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить и отдать свою душу, как выкуп за многих Фома сказал Ему в ответ, Господь Мой и Бог Мой Фома ответил Ему, Господь Мой и Бог Мой Я и Отец одно Я и Отец одно Видевший Меня, видел Отца Кто видел Меня, видел и Отца Я в Отце и Отец во Мне Я в единстве с Отцом и Отец в единстве со мной Ну, мне кажется, после таких аргументов, сектант одну ноченьку спать спокойно точно не будет Что? Что на этот раз? Какое правительство? Что Иисус Христос? Да ладно! Мне очень жаль, но вы зря посмотрели этот видеоролик Так как все, все доказательства не стоят и медного кроша Потому что Организацией свидетелей Якова управляет сам Иисус Христос Он, между прочим, показывается уже сто лет править землей Против такого основное и догматическое богословие, ну, не сильно Это беззаговорочная победа Я умываю руки Ну, все равно спасибо, что вы посмотрели до конца этот видеоролик В следующем выпуске я Попытаюсь, так сказать, до конца проанализировать все брошюрки И, скорее всего, буду ходить на их собрание До скорого Субтитры сделал DimaTorzok